Берите зонтики и хорошее настроение В Киеве начались первые протесты Так возник Евромайдан, который перерос в кровавые столкновения А все-таки что это было? Восстание, государственный переворот Была ли революция как таковая, учитывая, что ничего кардинально на сегодня не изменилось Кроме отношения к России, Евгений Ну как это кардинально не изменилось? Изменилось все Изменилась жизнь целой страны, миллионов людей Десятки тысяч погибших, миллионы эмигрантов О чем вы говорите? Ничего не изменилось И говорить, что восстание чего? Против кого? Из-за кого? Конечно, безусловно, я могу оценивать И это моя позиция, что это государственный переворот Это насильственная, незаконная смена власти Которая привела к тяжелейшим последствиям для страны И для миллионов ее соотечественников, граждан Ну а вот строй, экономика, функционирование органов Всевозможных структур Функционирование органов, это интересное наблюдение Но строй, во-первых, что? Создан антирусский проект Успешно действует и функционирует Все задачи, которые поставил коллективный Запад Перед собой и относительно Украины Они все решены на сегодняшний день У России есть большие проблемы с Украиной С политическими элитами, с большим количеством людей Ну и масса-масса других вопросов И, естественно, испорченные отношения с Западом Поэтому, если говорить об Украине внутри То, безусловно, что произошло там за эти пять лет? Ну, произошла и завершилась деиндустриализация страны Что это значит? То есть экономика уже, ну промышленность Не превалирует над сельским хозяйством Ну, с другой стороны, то, что умирает В ведущей отрасли промышленности Это тоже по факту так Следующий момент, эта страна потеряла миллионы граждан Которые стали вынужденными Или мигрантами, которые покинули страну Причем в западном направлении В восточном направлении Как угодно И плюс То, что они называют перемещенными лицами Это эмигранты внутри страны Ну, для Крыма тоже интересное наблюдение Я уже вас в эфирах об этом говорил Вот представьте, у вас Население увеличилось по переписи 2015 года На более чем 200 тысяч человек Из них почти 200 тысяч Это мигранты из Донецкой и Луганской области Ну, вот как для примера На тот момент оппозиционеры, которые сейчас находятся у руля в Киеве Они позиционировали и продолжают позиционировать Майдан Как бегство из неволи Бегство от каких-то политической, экономической, энергетической зависимости В том числе и, наверное, в первую очередь от России А сейчас Украина, что, в полной мере независима от внешних сил? Ну, Украина, прежде всего, независима во многом от России Скажем так, даже во вред себе Постоянно А это и была главная цель То есть Майдан это было против России и русских По большому счету Я всегда это говорил Тогда это говорил, тогда они говорили Нет, ты что А, в общем-то, люди, которые вышли на Майдан Они, безусловно, победили И основная их цель была, на самом деле, подписание ассоциации Они поэтому вышли, их под это вывели Да, это было меньшинство по сравнению с остальным населением Но это меньшинство оказалось наиболее активным И они своего добились Они добились подписания вот этой ассоциации Они добились без виза Ну, в общем-то, им это дали все А то, что с Украиной такое происходит И то, что государство, по сути, не существует И оно не независимое То это их волнует в меньшей степени Потому что их главная идея в том, что Украина как бы интегрируется в Европу Да, а Европа уже все наладит То есть, да, этот процесс медленный Да, нам остались в наследство воры-чиновники Но постепенно придет Европа и построит рай Пусть не сразу, вначале во Львовской области, потом еще где-то То есть, вот будет такая вот экспансия А пока мы поедем в Польшу В общем-то, то есть, им кажется, что они на правильном пути Если вы им скажете о том, что приведете объективные данные Да, там, с тарифами, с разгулом нацистов на улицах, которых крышует СБУ Они скажут, ну, у нас было бы все нормально, бы вообще идеально Но напал Путин Вот И вот это вот нападение России, которое является априори Оно существует, да, вот в их сознании Оно как бы оправдывает вот то, что результаты Майдана Вот эта евроассоциация, безвиз не дали такого эффекта Более того, вы не забывайте Вот Евгений сказал про индустриализацию В общем-то, у этого слоя населения Индустриальный потенциал страны всегда вызывал некое раздражение То есть, их долго учили о том, что Донбасс это убыточная вещь Что все крупные предприятия, они привязывают нас к коррупционной России А вся коррупция из России, да Значит, и мы из-за вот этих предприятий Мы никак не можем, нам все время говорят Вот предприятия развалятся Так зачем нам эти предприятия, если они нас привязывают к России Ну понятно, главное было найти врага Господа, ну мне подскажут, что у нас сейчас на связи Олег Музыка Общественный деятель, политиммигрант Он участвовал во многих акциях протеста Сейчас он живет в Европе Кстати, участник событий в Доме профсоюзов в Одессе Олег, а вот как Европа? Меняется ли там отношение к Украине И к тем процессам, которые происходят в стране В принципе, к нынешней киевской верхушке Связан с Украиной Вот сейчас довольно часто на путь, думаю, выступают немецкие политики Потому что они находятся в Германии Говорят о том будущем выборах 19-го года в Украине О поствоенном состоянии на Донбассе Хотя, когда задаешь вопрос, а есть у вас план остановки войны на Донбассе? Плана нет, но уже они обсуждают поствоенное время Что еще хочу сказать Изменилось то, что в немецкой прессе стали появляться статьи о том, что украинские националисты могут присвоить себе право на насилие Он так статья и называется на той ЧВ или на русском языке Но все это началось после того, как экс-канцлер Германии попал на статью Радборицу И вот здесь в Европе поднялась, и в частности в Германии, такая волна И наши с вами соотечественники, которые сегодня находятся здесь в Европе Звыли от этого Они в ЧВ или на русском назвали Пемлевским каналом То есть посыпались оскорбления в адрес канала И посмотришь на то, что происходит Конечно, это ужасная картина Я часто встречаю здесь своих соотечественников И вот задаю вопрос Что вы добились после вооруженного переворота в Украине Ну, в основном звучит фраза «это без виц» Я им это читаю Да, я довольно часто пишу в своих соотечественников Существует против горшки За Европей Олег, если говорить о будущем Украины Сможет ли это государство возродиться Или все-таки ее ожидает иное будущее Это развал, распад, дележка При каких обстоятельствах вы могли бы вернуться на Украину? Да, прогнозы по Украине делать это очень сложно Дело в том, что я не вижу государства Украина Целостной в будущем Да, сейчас могут этот мир взять и снова занести Как призыв к сепаратизму Но дело в том, что наизуальная власть Привела к тому, что будущего у Украины целостного не будет И на вот этих встречах, которые проходят здесь в Европе Как раз консультанты из бывшей Консультации украинским политикам, которые сюда приезжают О том, что они должны фиксировать все нарушения, которые происходят на Донбассе Что в итоге при дальнейшем всех Кто слушал руку, кто страны Тенецкой и Луганской республики Вязанных людей под любому там в лагерях Это звучит постоянно Поэтому я не вижу будущего с этой Украиной, которая сегодня есть Олег, спасибо вам за ваше мнение Господа, ну вот действительно Европа, она могла бы принять Украину на тот момент И на сегодня в свою семью Да, или это просто вот условно кормили завтраками Да, там бросили кость в виде безвиза И все, Евгений, на ваш взгляд Ну, во-первых, Европа этот процесс организовала Она не вместе с американцами Не соорганизаторы процесса Майдана Как минимум, Штайнмайер подписал 21 февраля Вместе с поляками и французами Гарантии Януковича Они их не выполнили Следующий момент, как они хотят Им нужен человеческий ресурс Им нужна земля Вот, собственно, они это получают По большому счету То есть страна, как в том виде Она останется не в этом То есть они такими категориями не мыслят Для них население местное, это туземцы С которыми они решают вопросы Как я уже сказал, вот если вы спросили Какие пять лет Майдана, какие достижения Страна находится полностью под внешним управлением Политическое управление Экономическое управление Вот сейчас идет слом по религиозной части И духовная жизнь граждан будет подчинена Как минимум, часть значительная Ватикану будет подчинена Часть протестантским церквям Ну и раскол православия Вот это то, что мы получили за пять лет Поэтому, знаете, вот разговор, который пять лет ведется И вот мы с коллегой встретились Действительно, оптимизма не вызывает То есть мы не то, что пытаемся, знаете, там Звущать краски или все То есть, может быть, мы еще Я не скажу, что мы оптимистичны, да Но мы пытаемся констатировать Вот та беда, то горе, которое случилось со страной И за пять лет, собственно, действительно Такой водораздел, который показывает Что с нами было пять лет назад Что произошло и что по факту Но как минимум, жизнь лучше в стране не стала Раз Как минимум, я всегда спрашиваю тех людей Которые, ну как, сторонники Майдана Вот говорю, ну назовите мне хотя бы одну причину Вот что вы сделали для страны, для людей Более-менее нормальное, человеческое Даже без виз, это шатток человеческого трудового ресурса Потому что Западу нужны белые, работящие По сути, украинцы стали европейскими гастарбайтерами Они ими были Для этого законного Основные требования на тот момент Майдана были Это нет коррупции, нет олигарха, мы окно в Европу Послушайте Вымога номер один, отставка Януковича Вымога номер один, отставка Януковича Ну это уже было после, так сказать, третьего года Отставка Януковича и подписание ассоциации Ну и когда же на выборы заставили, они, да Во-первых, ассоциацию подписали И последствия, знаете, это вот такая сессия Это отдельный эфир нужно посвятить То есть это тоже провальная история для Украины По многим показателям, первое Второе, это то, что Отставка Януковича Ну конечно, им нужно было сменить власть То есть они же отложили Он же не подписал, а отложил, но забыли А те попутались, перепугали Или надев кастрюли на головы, что это вступление в ЕС А не ассоциация Как говорят в Одессе, это две большие разницы Ну и масса еще моментов, которые поставили страну В такое положение, что все решения принимаются не внутри Украины Да, сейчас избирательная кампания Здесь будет отдельная история Ну, я думаю, коллеги, есть что сказать Сколько в действительности в этом процессе было искусственного А сколько вот естественно Чья заслуга? Это оппозиционные политики, которые на хайпе Майдана пиарили себя Лидеры украинских националистов или рука западная Которая действительно инвестировала во все это А может Россия недостаточно влияла на те процессы? Не только Россия недостаточно влияла Хотя Стариков говорил же, что Майдан выдохся И это все сделал Путин А Путин в это время сидел на Олимпиаде Вы же не делите на оппозицию, не оппозицию А что партия регионов И Янукович лично мало вложил сил и средств И развития нациков И в рекламу Евроассоциации Европейского пути развития То есть мы по большому счету с 2011 года Нам просто истерия нагнеталась на Украине По всем телеканалам О том, что мы вот-вот вступаем И описывалось, как это будет классно И при этом все время принимались законы Очередной европейский закон принят Мы еще ближе к Европе И потом вдруг Янукович, видимо, захотел больше денег Взятки за то, чтобы сдать Украину Или еще что-то Потому что я не думаю, что он прям такой патриот Мы видели все, какой он патриот Когда он просто сбежал Потому что я бы застрелился, вот честно Ну вот, ну как бы я дальше мог бы жить А он вот живет, да, нормально И даже там вроде в теннис играл В теннис играет, да? Да, я бы мой эту ракетку Причем широкой стороной бы Ну, он играет Не будем об этом Да, все, не будем Вы понимаете? А вообще, во-первых, давайте не будем задавать себе вопрос Что там будет с Украиной Мы должны думать о себе Мы должны думать о России И нужна ли вот эта вот Украина Вот здесь, какая бы она ни была Раздроблена, не раздроблена Нужна она нам тут Вот на нашей территории Это наша территория географически Геополитически, вот по естественным границам Это наша территория Зачем нам вот этот вот антироссийский проект В любом случае антироссийский, да? Вот с Крымом, слава богу, все хорошо Донбасс борется Вот еще юго-западный федеральный город Одесса Вот надо... Ну вот, кстати, в свое время, да? Почему Одесса, Харьков, другие города С пророссийскими настроенными в большинстве, да? Населением, они не смогли противостоять? Как не смогли? А как можно противостоять? Вот потому что было принято решение Что вот Крым, он правильно встал А Одесса встала неправильно А Харьков встал неправильно Ну, это было принято, конечно, естественно То есть там были свои представления Потому что Крым легче защищать Потому что здесь базы военные Потому что он стратегически нужен Может быть, кто-то из чиновников российских Был заинтересован, что вот хотел, вот сильно хотел А вот про Одессу он не сильно хотел Ну вот, вот так оно получилось Но вы знаете, дело в том, что все хорошо Вот Новороссия, да? Вот это была тихая такая одесская идея Да, вот даже не идея, тоска по прошлому Новороссия, как было хорошо в 19 веке При Воронцове, да? А сейчас это идея, которая, в общем-то, овладела умами Там половины Украины и огромного количества в России Которые расшифровывают эту Новороссию вообще Как новая Россия И вот все будет по-новому, все будет хорошо И люди за это пошли умирать И слава Богу, ну как слава Богу Вечная память всем погибшим Но эту идею уже не вытроешь Она уже осталась То есть эта идея уже умерла Вот на проект Новороссия закрыта Проект закрыт А идея, наоборот, родилась Идея, наоборот, она вышла Вот из вот этих вот кухонек одесских И все будет хорошо, обязательно То есть, а Россия никуда не денется Это вопрос ее выживания Поэтому России придется либо разрушиться Либо решить эту проблему Украины Евгений, а вы что думаете о проекте и идее Новороссии? Ну, во-первых, я с коллегой абсолютно согласен Ну, во-первых, она родилась Не до проекта имеет начальную и конечную цель Так как ее организовали, это другая история А то, что у людей, ну, наша историческая память говорит о том Что 18-19 век прошел под знаком того Что осваивались огромные территории Отвоенного на Османской империи Вместе русские, украинцы, там Малороссы, белороссы, великороссы Неважно И масса других этносов Они привнесли очень много труда в эти земли Поэтому возникли такие города, как Одесса, Севастополь И многое-многое другое И многие другие города Тот же Этикатерина Слав Невероятный рост в Донбассе Который был вторым руром в середине 19 века Это все действия великого века Великой императрицы, великих подвижников И куда же это вытравить-то? Это те люди, которые Сотни тысяч людей, которые эти земли Осваивали, отвоевали, защищали А вот на сегодня Что выгоднее для России? Чтобы в Киеве сменилось Правительство, руководство И мы снова будем дружить? Или то, что Украина, по сути, довезет себя до самоубийства? Ну, знаете, вот Слушайте, вот действительно Может быть этот разговор и хорош Потому что у нас как-то, может быть, нет таких эмоций Есть печальная, может быть, какая-то эмоция Вопрос, что она Ну, знаете, если мы констатируем то, что Это антирусский проект Он другим не станет Элита другой не будет Договариваться бессмысленно России пора понять одну простую вещь Я вот, знаете, вот, может быть, категоричен сейчас Ну, была же ошибка 2014 года Ну, признали вы эту власть Что она вам дала? Ситуация стала за эти 4 года лучше и хуже И возникает следующий вопрос Кого бы, знаете, как в том Кого бы ты не привел Она мне заранее не нравится Это вот как в том одесского Еврейская мама, да Да, и вот вы понимаете, что Любая власть, которая будет Она не будет, а, пророссийская Она не будет даже нейтральная к России Потому что вы правильно говорили в эфире О том, что Ну, разговоры о переговорах Каких-то, о диалоге То есть там бессмысленно В условиях начинающейся избирательной кампании Вопрос в другом Изменения на Украине возможны Возможно глубинные изменения Я считаю, что на сегодняшний день У Порошенко очень мало осталось шансов Подчеркиваю, я еще этот прогноз В конце лета дал И я пока вижу по развитию ситуации Чтобы он пошел на второй срок и победил Есть еще возможность До зачистки ситуации Ну, а кто? Юля, Бойко там Вы знаете, вопрос сейчас никто Сейчас ключевой вопрос Стоял о том, что они хотели Протянуть историю с Петром Алексеевичем Порошенко На второй срок И решить массу задач Потому что, послушайте В 2014 году ребята Очень грамотно решили С первого тура выборы В смысле победили Большинство в парламенте То есть то, что завалилась ситуация Это уже другой вопрос Но еще раз говорю Страна находится под внешним управлением Вот вы спросили Откуда деньги? 5 миллиардов долларов Которые пишут американские издания Которые положены Лично несет Одну, ну, серьезную ответственность За это госпожа Нуланд На которую возложено То, что же произошло Деньги на революцию Они были Они получены Да, вы задаете вопрос Вы согласны Что значительная часть людей Они искренне действовали То есть без внутреннего ресурса Этого бы не получилось Он был большой, колоссальный И более активный Чем, предположим, на Востоке Это тоже правда С другой стороны Все это срослось Сейчас возник кризис Какого порядка? То есть эта власть не устояла В том виде, который была Либо им нужно дальше продолжать Развивать этот проект Но там образовался Я считаю И развивается очень крупный Внутренний конфликт между элитами Да, ситуация пока управляемая Да, она сказала Премьером будет Этот Яценюк Мэром Кличко Сейчас может тоже Такое Но уже команда Так прямо работать не будет Выборы Это большой риск для страны Это высокий уровень турбулентности А это уже могут быть Непредсказуемые последствия А то, что количество Как вы абсолютно правы Огромное количество Нелояльное К этому власти населения Но которое видит Отсутствие стратегии У России Относительно Украины Ну, собственно Вот это и решает вопрос Такой, что Они в принципе Могут и вытянуть Вторые выборы Даже без Порошенко Они могут решить Эту задачу Как угодно Но здесь Должна для людей Быть ясность Это как в Донбассе Вопрос задает Что вы хотите Как видеть Когда у людей Будет понятная Стратегия политического Руководства страны Относительно территории Относительно политики Относительно того Как нам разговаривать С элитами Вот тогда, наверное Будет какой-то разговор Ну, по-другому Не получится Потому что Это все Если и так Ситуация будет развиваться Дальше Вы говорили, что Вы без всяких Оптимистических настроений Говорите Но По мне так еще Оптимизм А вот в случае Если к власти На Украине Придут еще более Радикальные Националистические элиты Так какая Ну, послушайте Страна находится В состоянии войны То есть Линия фронта По Донбассу Несколько сот километров Линия напряжения По ПО На границах с Россией Если американцы Строят базу Вачаковой Который Светлейший Книж Суворов раньше воевал А Потемкин Брал эту крепость Где был 20-тысячный Турецкий гарнизон Сейчас американцы Строят там базу Если они Размесят базу То это будет Как Косово Только Косово С территории По площади Равной Испании И Франции Вместе взяты Миллион Двести тысяч Квадратных километров Ну, чуть меньше Сейчас за вычетом Крыма и все Это вот представьте Масштаб страны Где американцы В принципе без НАТО Будут решать Свои геополитические Геостратегические задачи Размесят свои силы А им НАТО здесь не нужно У них хватает ресурсов Для того, чтобы иметь Большую страну В которой есть Миллионы лояльных Вот к политике Соединенных Штатов Граждан Вот и все Валентин, ну если говорить о том Что вот Новое поколение Украинских Молодых людей Их воспитали иначе Да И те люди Которые сейчас Рождаются Которые сейчас Варятся во всей Этой политической Националистической кухне Они имеют уже Иные взгляды На жизнь А значит ли это Что уже нет Братского народа Что нет уже Той связи Которая была раньше Да Я считаю Что вообще нет Другого никакого народа Это все русские Поэтому Как-то проще Ну извините Ну что значит Нет братского народа У нас на территории России Я слышал Такие фразы От жителей Ленинградской области А если что Ленинградская область Объявит войну Финляндии И сдастся Да вот То есть Не надо сразу Крест ставить Просто не надо Говорить про братский народ Какой братский Вот что за выдумка Братский народ Либо это один народ Либо это разные народы Вот и все Но у нас один народ У нас один Конечно Да Только там зазомбированные Многие Кто-то зазомбированный Кто-то в своих условиях Находится Вы же понимаете Наверное что На самом деле Вот эта активная Прослойка Ну они 10% Да Основные люди Основная часть народа Просто выживает Просто выживает Вот и все И молодежь в том числе И да Для них Стало нормальным Пойти на заработки В зону АТО Пострелять русню Ну Блин Ну то есть Они на эту тему Даже не задумываются Это считается нормальным И как бы Ну вот Если мы будем вести Правильную политику Мы их переубедим быстро А если мы не будем вести Никакой политики Как мы это делаем сейчас Извините Ну по крайней мере Я ее не вижу У нас очень хорошая Грамотная политика Потому что хорошая политика Это та которую не видно Правильно Вот и нашу не видно Которая имеет результат Да А вот Не а результат вот есть Я вот боюсь Евгений Ну вы как социолог Можете сказать Сейчас на Украине На строение Основной массы граждан Основной массы Не эти 10% Я могу сказать одно Ну вырежете Оно плохое А мы не можем вырезать Да нет Я случайно Ничего себе Так предупредить Господа Осталось немного времени Поэтому давайте Ну на самом деле Ситуация реально плохая Вот как бы говорили Что вы там Кликушуствуете Все Ну вот просто человек Я как социолог Смотрю на вопрос Вот задайте себе Граждане вопрос Ваша жизнь 4 года назад Была лучше 5 лет назад И какая она стала сейчас Вот каждый сам себе Там не под камер Первое Жизнь стала хуже Хотя потому что Доходы уменьшились Перспектива жизни уменьшилась Уровень преступности Стал больше Медицина стала сложнее Масса называете темы Да У части прослойки Есть возможности В виде безвиза Они работают Все Поляки Пристроили более миллиона Гастарбайтеров На небольшую страну То есть как бы Движение для людей есть То есть какая есть Перспектива Но я полагаю Что у страны С таким видением Мышления страны То есть нет Глобального Как проекта Как Украина Пусть это имеет Слово конечное Ну что хотят построить Из Украины Если продолжать Тот проект Который называется Антироссия Да А вопрос Что делать С людьми То я думаю Что действительно Если так дальше пойдет То люди будут все дальше От нас дрейфовать И вот эта зона Отчижения Будет все глубже Потому что знаете Потерянные люди Ведь мы потеряли Огромное количество Лояльного России К населения Именно после Майдана И на фронте Между прочим Воюют русско-культурные Русско-язычные Русско-ментальные И причем Добровольцы тоже И православные Понимаете Какая штука Вот такая вот К сожалению Картина маслом Господа Время покажет А точнее уже показывает К чему привел Майдан К реальной свободе Или к еще большей зависимости Только уже Не от братской России А от западных инвесторов Которые пойдут на все Чтобы окупить свои вложения Обсуждать можно сколько угодно Но факты налицо Господа Вам спасибо за беседу Зрителям за внимание Увидимся завтра В прямом эфире программы Вечер лайф И обсудим то что обсудим Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова